МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стоит на порядок дешевле. Правда, сюда не подведено ни электричество, ни водопровод. Решение пришло само собой. Несколько лет переписок с местной администрацией не привели к положительному результату. В итоге я принял самостоятельное решение и решил воплотить в реальность ту мечту, которая вокруг меня крутилась уже несколько лет. Я долго изучал эту тему, этот вопрос. Сидел за расчетами, мониторил рынок. В итоге собрал систему. Кроме солнечных батареек, ветряков пробурил скважину, а в доме установил пилетную горелку и котел. Для душа в облачную безветренную погоду Николай использует бойлер косвенного нагрева. Так что горячая вода в доме не переводится. Кроме того, даже в пасмурные дни электричества хватает для работы всех электроприборов. Я пользуюсь всеми теми же благами, что и пользовалась в квартире. И утюг, и телевизор, и компьютер работает, и стиральная машина. То есть все бытовые приборы, которые нам необходимы для жизни, сейчас есть. В отличие от квартир, где то и дело, коммунальные службы отключают свет и воду. В доме, который фактически оторван от благ цивилизации, всегда уютно и светло. Что касается затрат, то и здесь есть своя выгода. На обустройство автономного обеспечения Николай потратил более 300 тысяч рублей. Но эта сумма значительно ниже той, что выдвигают соседям местные энергетики. Если сравнить 350 и полтора миллиона, то я считаю, что моя система сразу для меня окупаема. Потому что отдавать непомерные деньги за то, что тебе сюда затащат столбы, электричество поставят, и на твои деньги купят подстанцию, я счел нерациональным. Поэтому я выбрал свой путь. Сегодня в индустриальном такой независимый дом не редкость. Взяв пример семьи Дрига, некоторые соседи тоже устанавливают автономные источники энергии на крышах. Теперь жителям поселка остается дождаться, когда же сюда проведут дороги. А остальные житейские трудности многие уже научились решать самостоятельно. Андрей Кнып, Анастасия Жорник, Антон Приходько, Вести Кубань, Краснодар.